Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы достаточно длинный разговор начали об исповеди. Вот сейчас уже рождественский пост наступил, и самое время размышлять о своем покаянии, о своих отношениях с Богом. Сегодня мы продолжим разговор об исповеди с клириком собора Петра и Павла, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! И продолжим мы говорить именно с практической точки зрения об исповеди, не о богословии, не о литургическом богословии, не об исторической литургике, как исповедь формировалась, как таинство. А вот именно о тех вопросах, и постараемся их раскрыть, которые часто возникают, а может и не возникают, но они так или иначе стоят перед человеком, который приходит на это таинство. Вот мы уже поговорили, значит, о том, что в первую очередь необходимо, безусловно, исповедь начинается с отношений. С отношений с одной стороны с Богом, и тут важно понимать, что на исповедь мы идем не к господину, не к судье, не к деспоту, не к тирану, а идем именно к отцу. К отцу, к тому самому отцу из притча о блудном сыне, который ждет у окна, вот, там очень трогательная ремарка в этом Евангелии, да, что завидел сына грядущего еще на горизонте. То есть это надо все время сидеть у окна, и вот Господь именно как такой отец сидит и ждет. Отношения не только с Богом, но и начинается исповедь с отношений с церковью, потому что приходим мы в храм, но на самом деле приходим мы в церковь, которую представляет священник и люди сокающиеся, вот, и для начала нужно выстроить какие-то отношения со священником и с людьми, которые стоят вместе с тобой, причем отношения имеются в виду не духовнические даже, да, не отношения там дружеские, понебратские, что там можно священника по плечу похлопать, там сказать, да прости мне, там грехи отпусти, вот, а отношения именно к нему как к части церкви и к себе, как к части церкви. И мы поговорили о том, является ли исповедь вот таким, носит ли она такой эффект плацебо, не является ли исповедь покаяния неким самовнушением, действительно ли нас прощают во время исповеди. Безусловно, это будет оставаться до, наверное, до второго пришествия, до конца света, покрыто некой тайной, потому что все-таки здесь тайна присутствует, с логарифмической линейкой мы измерить здесь ничего не можем, вот, и поговорили о том, что делать, если грех никуда не уходит, а вот сегодня мне бы хотелось передачу посвятить разговору об исповеди от обратного, да, чтобы нам описать, что такое исповедь, давайте скажем, что такое неисповедь, что такое непокаяние, потому что очень часто у людей намешаны, с одной стороны, мифы, стереотипы представления об исповеди, о покаянии, с другой стороны, намешана куча всяких неверных подходов к себе, к отношениям с людьми, и все этот человек несет на исповедь, и вот нужно, условно говоря, расчистить пространство от всего вот этого наносну. Да, покаяние и исповедь как важный этап покаяния, такие вехи покаяния, оно, конечно, постоянно, оно динамично, оно постоянно углубляется, и здесь мы, конечно, можем много программ записывать, потому что покаяние происходит в нас, и происходит и вокруг, значит, тоже, и углубляясь, что такое покаяние? Это, как мы сказали на прошлых встречах, это точка искренности встречи Бога и человека, поэтому я как священник, я пытаюсь людям помочь, чтобы вот это плевело, шелуха ушла, да, потому что часто люди заодно, а тем более те, которые еще в 90-е годы стали верующими людьми, или раньше даже, у них есть определенная схема, да, шаблон, по которым они действуют, исповедуются, ну, таким людям, может, даже в чем-то проще, они не задаются вопросом, почему не ушел грех, потому что у них этот шаблон заготовленный, в чем они каются, им так проще, то есть, в основном это такой суповой набор, я его условно называю, который заключается в том, что я какие-то дни не постился, я каких-то молитв не вычитал, 30 лет сделал назад, и редко хожу в храм, вот, человек, понятно, что, вот, здесь же тоже тайна, то есть, мы поговорили с вами на прошлых программах о том, когда исповедь и покаяние, это поиск Бога, да, о том, когда, пусть даже какая-то прагматическая боль душевная, человека все равно приводит, все равно тут больше жизни, чем в таком подходе, когда человек долго ходит, исповедуется, и ему вдруг в какой-то момент, я думаю, становится страшно, и он этот страх пытается заполнить шаблонами, и вот такие исповедальные шаблоны, они, конечно, страшнее всего, часто это бывает, конечно, у людей уже преклонного возраста, и им, конечно, нужна скидка, потому что уже и мозг по-другому работает, то есть, там перестройка какая-то глобальная вряд ли возможно, но в любом случае надо дать человеку намек на то, что то, чем он занимается, в чем-то далеко от покаяния, надо что-то скорректировать, и вот, это одна из ситуаций, да, какой, шаблонная исповедь, надо иногда просто говорить, что это не грех, и человек, как не грех, то есть, да, часто человек ходит, годами исповедуется, вот я не постился среду и пятницу, редко хожу в храм и, там, не вычитываю молитв, а дальше он не хочет смотреть, то есть, не происходит вот этой точки встречи, нет искренности, и мне нравятся слова Антония Сурожского, митрополита, он говорит, если мы приходим к Богу ненастоящие, то он ничего с нами не может сделать, вот с этой маской, когда человек пришел и кается в какой-то шелухе, ничего нельзя сделать с этим, и даже мне, как священнику, трудно сказать, я прощаю, потому что прощать-то и не знаю, что человек не кается, и тут очень опасная вот эта тема, а другая тема, когда человек не видит грехов, но они, кстати, связаны, на самом деле, либо человек не хочет видеть грехов, либо человек их не видит, вот, человек, который долго ходит в храм исповедуется, причащается, чаще всего не хочет видеть грехов, если у него такая формальная исповедь, ему просто так удобней, не так тревожно живется. Человек, который не воцерковлен и приходит или редко в храм, или вот просто только первый раз, бывает, что и не видит, потому что греховный туман усиливается с годами, разглядеть что-то в этом болоте бывает очень сложно. И тут нужны разные тактики терапевтические. Если в первом случае, когда человек долго исповедуется и пользуется шаблонами, надо попытаться разбить этот шаблон. Просто, ну, бывает, что и как-то резко человеку сказать, что ты занимаешься ерундой, а не покаянием и исповедью. То во втором случае, когда человек просто еще только просыпается, да, и у него в глазах туман, надо просто человеку сказать, что это только начало пути. Да, ты в чем-то покаялся, в чем-то ты исповедовался, но это только самые большие камни, вот как образ раскопок, тоже митрополит Сурожского мной, взятые на вооружение, что исповедь покаяния — это раскопки. И для начала можно и бульдозером пройтись, а потом лопатами, да, а потом, когда культурный слой и там какие-то артефакты, то и кисточками смахивает пыль, кисточками. Так же есть покаяние. Оно никогда не закончится. Святые всегда видели в себе грех, не потому, что они в той же мере были больны, что и мы, но они на таком молекулярном уровне видели эту заразу внутри себя, несмотря на то, что они уже познали Бога более ясно, чем... И мне тоже очень нравится фраза, по-моему, это Феофан Затворник, если мне память не изменяет, ему задали вопрос, почему святые постоянно себя называют грешниками последними, в этих молитвах мы читаем, утренних, вечерних, к опричастию. Вот. Ощущение, что либо святые какие-то неискренние, позеры, вот, то есть они там играют. Все же знают, что они святые. Кажется, что игра. Да, что они такие вот просто вот в кавычках грешники, они на самом деле не грешники, а вот пишут молитвы для нас, грешников, чтобы мы правильно себя понимали и так далее. И Феофан Затворник замечательную фразу сказал, что вся проблема вот этой разницы между нами и святыми в том, что мы себя все время сравниваем с людьми, а святые все время себя сравнивают с Богом. И в отношении вот этого сравнения с Богом они всегда проигрывают, безусловно, потому что Бог все свят. Вот. И в его свете даже маленькая там песчинка обретает огромную тень. Вот. Поэтому они, собственно, и называют себя последним. Они не сравнивают себя с людьми. Вот это очень важный вопрос, тема, потому что здесь мы сталкиваемся с одной из первых проблем. Что такое смирение? Человек воцерковленный, он много книг прочитал о смирении, он знает, что такое смиряться. Смиряться – это значит терпеть, не подавать виду, прятать гнев внутрь. Вот. Перед Богом надо стелиться ниже плинтуса, что я самый распоследний грешник, и на исповеди это надо транслировать. Я, как батюшка, я самый последний грешник. А в чем же ты согрешил? Ну вот не постился среду и пятницу. Иногда, не вычитывая всех молитв, иногда мне вот приходят осуждающие. Но не часто. Но я самый последний. То есть, налицо какой-то дисгармоничный, дисбаланс очень большой. Как же ты, если пришел с шелухой, а где же твои большие грехи? Понятно, что это некое позерство именно, да, подражание или, как можно назвать, смиренничание. То есть, как будто бы я смиренный. И это очень большая ловушка. Потому что вот, и эту мысль я недавно где-то прочитал, не помню у кого, по-моему, тоже у митрополита Антония Суружского. Смиренничая до его слова. О том, что нам кажется, что если мы будем ползать возле плинтуса, то мы тем самым подчеркнем величие Божие. На самом-то деле, почему святые-то себя грешниками ощущали? Потому что они Бога воспринимали непосредственно и были как бы в свете его величия. То есть, на самом деле, даже если ты станешь в полный рост на самую высокую башню, которая там в Дубаях или где, величие Божие нисколько не умалится от этого. Не надо ложиться ниже плинтуса, не надо вбивать себя в грязь. Человек во всей своей высоте и полноте способен смириться перед величием Божиим. И вот здесь вот разница между истинным смирением, когда оно появляется, когда произошла встреча с Богом более подлинная, чем с той мишурой, которая в нас намешана, пока мы еще каемся, пока мы в покаянии. И вот тут мы, кстати, подходим к еще одному, я только вброс сделаю, к еще одному сценарию, исповедальному сценарию, который, ну, я думаю, и вы, и я часто слышим на исповедях, когда человек приходит, он понимает. И причем, не знаю, тут вот это даже иногда не игра, но это какое-то, опять же, самоощущение, которое человек приносит на исповедь, когда он просто начинает себя действительно втаптывать в грязь. Вот это не позерство, он не, там нет вот этого дисбаланса. Он искренне верит, что это покаяние. Он себя ругает, на чем свет стоит. Я иничтожество, я такая тварь, я мразь, я вообще, я самый последний человек. И тут хочется, стой, 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 ты куда, куда ты понесешь? Это другая крайность. Да, вот как, ну, немножко еще, то закончу мысль, что на самом-то деле, когда мы столкнемся с величием Божиим, нам не нужно будет притворяться, что мы смиренные. То есть, это органично родится в душе, а пока ее нет, и мы просто читаем святых отцов, мы склонны вот к этой имитации смирения, да, там, 90% мужчин имитируют вкусный борщ, да, просто не хочешь обидеть жену, и хочется, чтобы она порадовалась, что тебе вкусно. Может быть, это и не так, а может быть и так, но все равно, да, когда ты сталкиваешься с вкусным борщом, тебе не надо выдавливать из себя слова благодарности, на самом деле в удивлении, как такое можно было приготовить. Вот, и вторая крайность, которая очень часто случается, мы путаем, что такое покаяние, мы думаем, что покаяние это то, что я должен себя уничтожить перед лицом Божиим, я должен, вот да, я ощутить, я должен раскаяться в своем грехе, я должен порезать себя на лоскуты и злиться вот ранами кровью, и тогда Бог меня простит. То есть, это опять, видимо, ну, искаженная, раненая наша душа отношениями с родителями, скорее всего, или еще с кем-то, но мы должны понять одну вещь, вот мы каемся в осуждении, это каждый, любой христианин, даже начинающий, понимает, что осуждать другого, и в Евангелии говорит Господь, не суди и тебя не осудят. То есть, не будьте судьей, Бог дает нам очень простой посыл, суд весь отдайте мне. На самом деле, истинный судья, он один-единственный, это Господь Бог, нет другого. Значит, ну, это понятно, да, ладно, я осудил, ох, опять осудил, опять покаялся, опять осудил, отошел от исповеди, кто-то на ногу наступил, опять его осудил. И бесконечности там, и никак не вырваться, человек, на самом деле, недоумевает очень часто по поводу того, что, ну, как же так, вот как с осуждением, батюшка, справиться? А себя осуждаете? Конечно, себя в первую очередь. И какое-то огромное заблуждение, основанное на каких-то старцах, возможно, может быть, кто-то из святых отцов. Вот опять, мы же берем из святых отцов и смирение, да, а превращаем его в уродливое смиренничание, которое никакого отношения к смирению не имеет. Вот мы берем из святых отцов, что надо себя там осуждать за грех, но превращаем это в какое-то самоистязание. Что происходит? На самом деле, как мы все знаем, осуждение – это чадо гордыни. Гордость порождает осуждение. Но что порождает осуждение самого себя? Та же гордость. То есть, что я осуждаю ближнего, что я осуждаю самого себя – это две грани одной монеты, имя которой гордыня. Как же, батюшка, тогда не осуждать себя? Просто грешить и радоваться, что ты вот так грешишь? Вторая крайность включается, да? Нет. Вот представьте себе ситуацию. Ваш ребенок чем-то согрешил против вас, как отца. Может быть, даже обозвал, да, в сердцах вот гнев свой вылил. Что ему надо делать? Ему надо взять ножик или лезвие, да, там, прийти к вам и начать резать вены себе на руках. Папа, прости меня. Видишь, как я согрешил? Я себя ненавижу за это. И тогда уж вы смилуйтесь и простите, отнимите нож у него. Ведь не так. А кажется, что именно к Богу мы должны так относиться. Я должен весь себя изранить, потому что я негодяй, я грешник. И вот тогда Бог надо мной смилуется и простит. Это дьявольское какое-то заблуждение. На самом деле, моими глазами, надо действовать как? Вот ты столкнулся с грехом, это твоя рана, это твоя болезнь. Опять, не зацикливайся сам на себе. Не бери суд Божий, который только Божий, в свои руки. Потому что, по сути, почему? Гордыня – это короткое замыкание, это зацикленность человека на самом себе. Что происходит, когда мы начинаем заниматься самобичеванием? Сам согрешил, сам себя отлупил, и больше никого не надо. То есть, в этом коротком замыкании нет места Богу. Нет, там как раз надо. Нет места Богу. Чтобы хоть кто-то вошел и прекратил этот порочный круг, потому что это день сурка. Нет, надо, но человек думает, что это покаяние. И пока он так думает, Бог там не может появиться. Человек будет грешить и лупить себя. Грешить, мы сами берем суд Божий в свои руки, это же и есть гордыня. То есть, я ставлю себя на место Бога. Я становлюсь Богом сам для себя. Передача потихонечку просто близится к концу. Мне бы очень хотелось тогда навести фокус внимания, потому что у телезрителей, конечно, возникнет вопрос. А как правильно тогда? Поэтому, если мы понимаем, что короткое замыкание – это мое отношение к самому себе, значит, я суд должен предоставить Богу. Я прихожу на исповедь, я иду туда к Богу. Но не для того, чтобы себя обичевать, а для того, чтобы попросить прощения. «Господи, я согрешил, прости меня». И тогда эта цепочка размыкается. То есть, происходит моя обращенность к Богу, а не к самому себе. И это состояние, которое исцеляет человека. А состояние, когда мы сами с собой, оно, конечно, вне Бога. И поэтому оно не несет, часто именно из-за этого и не несет человеку каких-то результатов, которые он ожидает. Потому что даже на исповеди, даже в точке встречи с Богом, мы можем все сделать так, что останемся только сами с собой. Не допустим десницу Божию исцеляющую к той ране, которая в моей душе. Потому что сами же себя и израниваем потом. То есть, возвращаясь к нашей идее, ну не нашей, а к тому, о чем мы сказали в прошлый вторник, к тому, что покаяние — это путь. Первую очередь, это путь, с одной стороны, конечно, к Богу, а с другой стороны, это некий путь от себя. Ну, то бишь, сдвинуть себя с того места, на котором должен быть поставлен Бог. — Да. И еще очень важное, я не знаю, сколько у нас осталось времени, и есть еще одна очень важная вещь, которая вот недавно буквально у меня открылась. Вот, например, вопрос маловерия. То есть, каждый христианин, он ощущает, что он недостаточно верующий человек. То есть, где-то не хватает этой веры, и мы в этом каемся. Но мы ожидаем чего? Мы ожидаем некого исправления, да, этой ситуации. На самом деле, есть где-то внутри иллюзия, что я покаюсь и стану каким? Много верующим. Ну, то есть, достаточно верующим, да? Почему я должен постоянно чувствовать эту жажду? И вот здесь вот я подумал, что ведь жажда, на самом деле, это условие человечности. То есть, Бог нас создал существами бесконечно жаждущими. Ведь если Бог создал нас по образу и подобию своему, значит, человек способен, и мы веруем в это, что человек способен вместить Бога, стать храмом Духа Святого. Что может вместить бесконечно большого Бога? Только бесконечно жаждущее существо. То есть, как плюс бесконечности, минус бесконечности. Иначе не поместится, даже чисто физически, да? Поэтому вот наша жажда – это условие нашей человечности. И если человек всё делает правильно, в нём всегда будет жажда веры и любви. Никогда не будет ситуации насыщенности постоянной. Я думаю, что когда мы читаем про маловерие, всё-таки традиция такая, что она уже сложившаяся, да, отношение к маловерию, как именно к изъяну. Всё-таки это определённого рода грех. Если говорить о грехе, а не как о болезни, а как в переводе этого слова, да, что это промах, то это определённый промах. Но только здесь маловеры не в Бога, вот. Здесь маловеры Богу. Оно всегда, эта жажда всегда будет. Мы думаем себя на том, что мы не всю жизнь, например, свою можем вложить в руки Божьи. И это тоже жажда. И чувствуем, что есть у нашей веры какой-то, ну, то есть есть мера, да, есть мера высоты. А хочется, чтобы было больше. Есть мера высоты, а есть мера, ну, условно назовём, нежины, да. То есть есть высоко мерные, а есть низко мерные. Вот в этом смысле, мне кажется, человек, подобно евангельскому вот этому персонажу, о том, что верю Господи, помоги моему неверию, произносит то же самое. То есть он произносит какой-то суд над своей верой, что вот он не всё может вложить в руки Божьи. Ну, удивительно, что откуда взялось «помоги моему неверию», если верю? Ну да. То есть верю — это верю, а «помоги моему неверию» — это жажда «хочу больше». На самом деле, и апостолы, помните, говорили, «Господи, умножь в нас веру». Вот эта жажда больше, она проявляется в искажённом, в греховном виде, в жажде наживы, обогащения, ещё чего-то. Но она не удовлетворяет человека, эту пустоту не насыщает. А в исцелённом состоянии — это жажда Бога. Но мне нравятся слова пресвитера Александра Шмемана, ведь когда мы причащаемся, мы должны чётко понимать, что мы это делаем не для того, чтобы наесться и насытиться, а для того, чтобы наша жажда Бога стала ещё больше. То есть мы приходим к этому источнику, да, чтобы насытиться, с одной стороны, верю, но чтобы эта жажда усилилась, «помоги моему неверию». Поэтому, в принципе, это ситуация как бы динамическая, которая не может... Так же, как с обычной жаждой. Вот если мы представим человека, который прекратил жаждать, вот у него нет физической потребности пить, у него нет чувства жажды, он через несколько дней умрёт, потому что человек без воды не может жить, в течение даже нескольких дней умирает. Так же и с душой, если вдруг мы почувствуем, что Бога нам больше не надо. Ведь именно, исходя из гордынями, подходим и к покаянию. Зачем мне много веры? Вот если я вдруг ощущу в своей душе, что мне больше... Ну, как бы очень много веры у меня, так мне не нужен Бог тогда будет. Бог, как утоляющий мою жажду, он мне не будет нужен, и я смогу обходиться сам по себе. То есть это будет, конечно, наверное, это и есть состояние прелести. То есть состояние всецелой довольности и удовлетворённости собой. Поэтому, когда мы видим святых, которые каются, ощущают в себе греш, и мы недоумеваем, что это какое-то позёрство, что, Господи, человек 50 лет в пустыне, какие грехи. На самом деле мы просто не понимаем, что их жажда Бога многократно превосходит нашу, и они в пустыне в этой томятся такой любовью к Богу, и не могут никак её насытить, что ощущают себя, да, как маловерные, как грешники. — Отец Николай, наш цикл передач, наш цикл встреч подошёл к концу. Я сердечно благодарю вас за то, что уделили время, и мне кажется, достаточно содержательный, глубокий диалог получился. — А стихотворение не удастся прочитать? — Уже, к сожалению, нет. Мы здесь ставим многоточие, но я верю, что мы ещё встретимся, и, может быть, как раз как-нибудь прочтём то стихотворение, которое вы принесли с собой. Ну а пока вас благодарим. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова